И мы в эфире. Добро пожаловать, друзья, в очередной выпуск Крипто Доброе Утро. И сегодня мы с вами обсудим что-то очень важное. А именно, как NASDAQ закинет биткоин на исторический максимум уже в этом году. Как вы видите сами, NASDAQ уже сейчас находится на пороге очередного большого пампа. И этот памп может отправить NASDAQ прямиком к очередному историческому максимуму. И знаете что? Биткоин очень тесно коррелирует с NASDAQ. И по мере того, как последний приближается к АТАЖ, то можете себе представить, как меняется психологический настрой у инвесторов? Как меняется психология финансирования, хеджевых фондов, управляющих средствами, институционалов, пенсионных фондов и т.д. и т.п. Как только NASDAQ начнет свое движение по направлению к историческому максимуму, парадигма образования риска возвращается в полную силу. Нельзя находиться в безрисковой окружающей среде, пока NASDAQ устанавливает АТАЖ. Это невозможно по определению. Итак, по мере того, как образуются вокруг нас новые риски, вы видите, что крипта также растет семимильными шагами, так как само по себе крипта является самым рисковым активом, о чем вы всегда должны помнить как инвестор. На самом деле и вы, и я прекрасно знаем, что биткоин наименее рисковый. Он значительно безрисковый. Это буквально страховой сертификат от безумия фиатных денег. И опять же, против того, что сейчас происходит в фиатной экономике, основанной на долгах. То есть биткоин — это наиболее безопасная гавань, которую можно представить. Это смешно, так как биткоин действительно не рисковый. Он позволяет контролировать вам ваши средства. Это то, где находится ваша независимость в любой стране и от любых центробанков. От всех этих чуваков, которые там сидят и устанавливают процентные ставки. Вдруг и внезапно. Как вы и сами знаете, выдумывая их непонятно как. Это безумно, как все устроено, когда несколько человек берут и решают, какая процентная ставка будет для всего мира. Будто бы они действительно проработали все то, что будет происходить в мире. Но на самом деле не имея никакого понятия, что происходит в реальном мире. А реальность мира такова, что необходимо использовать машины, искусственный интеллект, чтобы на самом деле хотя бы начать понимать, что происходит в повседневных транзакциях. Но знаете, на самом деле для нас это самый важный сигнал. В краткосроке это NASDAQ. NASDAQ, ребят, сейчас творит абсолютную дичь. Крайне вероятно, что уже в этом году он достигнет исторического максимума. И тогда можете представить, что произойдет. И, кстати, ребят, знаете что? На МАГДИ у нас также есть очень важный прорыв, который ожидает нас очень-очень скоро. Нас ждет бычий МАГДИ. И это то, что очень многие уже заметили. Включая инвестиции на 385 миллиардов долларов, которые сделала Карлили Групп. Чуть позже я вам включу видосик по этому. Но, по сути, они сейчас бьются в любовном экстазе с биткоином. Потому что могущественный Блэк-Рок спешит запустить биткоин с под ETF. Это именно то, что мы с вами обсудили вчера. И два дня назад, четыре дня назад, о том, что эти денежные менеджеры на самом деле не так много думают о себе. Они следуют за толпой. Они видят крупнейшего лидера, эту черную гориллу в городе Блэк-Рок, говорящую «Я люблю биткоин». Теперь все любят биткоин. И теперь все они хотят биткоины. Это, конечно, фантастические новости. Я просто хочу подчеркнуть, что всегда нужно воспринимать их слова с долей скептицизма. По крайней мере, в какой-то части. На самом деле, они не являются полностью независимыми мыслителями. Они хотят взять ваши деньги и получить процент. Как только образуется новый класс активов, для этого всегда нужна большая история. И самая большая сейчас история о том, что крупнейшие финансовые ребята, торговые и управляющие компании, они любят биткоин. Сейчас они его любят. Ну, то есть буквально его обожают. Потому что Блэк-Рок, это крупнейшая горилла в городе, сейчас открыто симпатизирует биткоину, а они за ней следуют. Слушайте сами. Это идеальный момент. Потому что Новоградс был пенятой биткоина, когда он был на дне. Он был гением биткоина, когда биткоин рос. Но внезапно в дверях появляется Ларри. Хей, большие и серьезные компании могут бороться, либо же работать с биткоином. Объясните путь Лоренс Финк из Блэк-Рок до Майка Новоградс. Что ж, произошло то, что, как вы и говорили сами, эти люди высмеивали биткоин и другие криптовалюты. А теперь истеблишмент в лице Ларри Финка. Что, как вы объясните? Вот что меня сводит с ума. Теперь, когда Ларри Финк сказал, что это нормально, это нормально. Нам нравится биткоин. Мы всегда ржали над ним, а сейчас они буквально признаются сами себе. И вот что меня бесит в мире финансов. Они буквально признаются себе. Мы всегда смеялись над биткоином. Но черт, Ларри, Ларри, большой Ларри, теперь и любит биткоин. Я тоже люблю биткоин. Ха-ха-ха, безумие, ребят, просто пиздец. И еще кое-что назревает в вопросе под названием «Открытый интерес». Как вы знаете, по сути, «Открытый интерес» — это суммарно все ордера с плечом. То есть все, кто шартят и лонгуют, используя плечо. И? Прямо сейчас он находится на самом высоком уровне с момента краха FTX. А это значит, что спекуляторы снова в деле. Это значит, что спекуляторы в полном объеме вернулись в рынок и с новой силой начинают ставить свои ставки. И прямо сейчас, там, где находится цена, наиболее вероятно, что «Открытый интерес» по бычи направлен вверх. То есть сейчас люди особенно сильно лонгуют. Потому что все ожидают и думают, что мы преодолеем отметку в 30 тысяч. И вот почему «Открытый интерес» сейчас значительно сильно пошел вверх. Но главное, что «Открытый интерес» в целом — это суммарно все объемы с плечом. В обоих направлениях, вверх и вниз, шарты и лонги. И в продолжении пару слов о Coinbase. Прямо сейчас эти ребята запускают Layer 2. Что на самом деле фантастическая новость. То есть они не просто не удаляют Солана, Матик и другие монеты, которых просят удалить Сект, но еще и запускают свою собственную монету. Но помимо этого, они запускают еще и свой собственный блокчейн. Это просто безумно, невероятно, с ума сойти.